Девушки отдыхают... 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 Матерdad... Ш Parks... Либо с тюрьмами... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Сыразы... Девушки отдыхают... Знаю... Одно 뉴스... Что у юристов, что у психологов достаточно четко есть программы сертификации, программы, опять же, профессиональная этика и так далее. То есть, наоборот, это больше рамок, в которых ты можешь определить организацию, которая предлагает тебе помощь, по которой ты обращаешься, они окей или с ними что-то не так. Чем в профессии меньше таких рамок или они менее очевидны, а, понятно, чем более творческая профессия, тем, наверное, так это и будет, тем сложнее это все как-то структурировать и объединение заключить. Это тоже нормальная ситуация. Но это, как сказать, первый факт. Второй факт. Прям супер-тренд последних лет. Опять же, я показала, что они в 2014 году запустили платформу. На самом деле, за последние 2-3 года несколько сразу платформ появилось. То есть, все будет онлайн. Я уже не обращаюсь к тому организацию, не иду куда-то лично. Я хочу по клипу найти тех, кто может нам помочь. Опять же, Taproot, платформа их. Они работают с крупными игроками просто потому, что за свои 13-14 лет работы, которые были до запуска платформы, они очень много накопили контактов. Поэтому логично, что у них внутренняя система сложена очень хорошо. Но при этом есть другой пример, который называется Catchafire. В чем у них главное отличие? И тут, наверное, вот эта вот такая важная штука, которую нужно знать, глобальная цифра приводит, что, вообще-то, если нет такой очень индивидуальной работы, то порядка 70% проектов пробора, которые, вот кейс, которые существуют, они заканчиваются неудачей. Ну, к сожалению. Чем больше внимания пристального к кейсу, тем выше шансы на успех. Например, вот Catchafire, у них, по крайней мере, когда они запускались, было бы так много внутри, то есть модерация внутри и сопровождение какого-то внутри. Поэтому здесь рейтинг проектов, выполняемых, он был ниже, чем вот у предыдущих платформ. Если посмотреть на конкретно, вот, IT-сферу. Да, я не смотрела, к сожалению, дизайн, просто потому что меньше даже вылезает поисковик. Как обычно, наверное, индивидуальная работа у агентств, рекоментированных студий с какими-то кейсами, потому что тема больше задевает. Но если посмотреть такую больше техническую работу, то есть хэштег Charity, платформа, они тут в водопече сидят, это конкретно помощь программистов, платить коммерческим организациям, не фиксированная на одной стране, такая очень кросс-вода, то есть через разные, в разных странах. Ну и, конечно же, IT-волотёры, наверное, рассказывали все сегодня. Да, нет? О, боже мой. Проект «Типлица социальных технологий», который существует сколько, Лёш? Два года уже? IT-волотёры. Два. Два. Да, два. То есть, ну, по сути, тот же самый принцип, можно задачу свою зарегистрировать, свою задачу чью-то выполнить. И, ну, какое-то качество кейсов тоже есть в работе, сколько-то участников здесь есть. Но это классный пример. На самом деле, прежде чем, вот чтобы я дала совет агентству или программисту, прежде чем куда-то обязанность, просто зайти и посмотреть, как кейсы описаны. Вот. Ну, потому что есть, как бы, что-то очень конкретное и понятное. А ведь есть что-то настолько, вот, как бы, ну, условно, сделать ими красиво и бесплатненько, да, как Маша сегодня записала. И старается понятно, что, в общем, уровень осознанности, он не такой высокий. Вот здесь сразу вспоминается вот этот вот, как брошюра, такой очень мануал, который сделал Тепп Родфон Дэхи. И чем она классная? Тем, что половина посвящена тем, как описывать проект, понимать запрос, определять количество часов и уровень компетенции исполнителя. Я когда первый раз увидела, думаю, половину книжки, ну, сколько можно вообще, это же все очевидно. Как выказывает, опять же, обзор некоторых практик, вообще не очевидно ни разу. Это самое критичное, что вообще может быть. Дальше. Есть некоторые организации, которые не создают отдельную платформу, но используют вот какие-то надстройки или делают запросы проекты на базе того, что есть. Например, LinkedIn, Phone and Profits. Они в партнерстве с тем же самым Тепп Родфон, буквально есть даже на слайд-шле какая-то презентация еще подробная на эту тему. Они рассказывают некоммерческим организациям, как использовать LinkedIn для того, чтобы найти себе исполнителя. Это первое. И второе. Призывают всяческие некоммерческие организации, исполнителей, модифицировать профиль для того, чтобы было понятно, во-первых, что вы делаете проекты, классные, круглые, у вас есть примеры. Во-вторых, отмечать, на что люди вообще готовы. Потому что кто-то готов ценить лидерфоров по стратегии консультировать, а кто-то готов логатик написывать. Поэтому, опять же, для России эта штука такая медленно, наверное, развивается, потому что LinkedIn, в принципе, не так много некоммерческих организаций освоила. Но глобально очень интересный такой, на самом деле, подход. Когда мы не выстраиваем что-то, пытаясь привести аудиторию туда, и как-то вот внутри всем этим управлять, как с предыдущей платформе, интегрировать все, что уже есть. Это тоже совершенно новая, на самом деле, инициатива. Но вот, мне кажется, что такая очень мощная штука получится. Дальше мы переходим к такой большому блогу, который называется «Посредники». Я вам про это тоже расскажу в следующем слайде. Но есть те, кто работает на стыке и служит посредниками между некоммерческими организациями и исполнителями, с одной стороны. Но, с другой стороны, делают это не постоянно в рамках предпроекта. В частности, КАП, социальные активные медиа, очень известная программа, идет чужая сколько лет. В чем ее было преимущество? В том, что, понятно, у любых средств массовой информации есть определенное количество места, которое может быть введено под социальную рекламу. И они говорили, а что вы будете там, не понятно, чем исполнять? Давайте мы с агентствами, то есть видео они работали, там много стоит. Давайте мы проведем отбор НКО, они разработают потом какую-то рекламную кампанию, мы дадим вам и будете уверены в том, что это что-то крутое, вы все это у себя разместите. Многие постеры, которые, может быть, вы видели на билбордах или на этих сети-форматах, в частности, у фонда «Детские сердца», у фонда «Балантер-помощитель сиротом» и так далее, были сделаны через эту кампанию. То есть это понятие, в общем-то, интереса у агентств работы с посредником, потому что ты знаешь, что тебе гарантирована там полоса в журнале «Аэрофлот» или «Билборд» или что-то еще. Это такие классные кейсы, которые будут продемонстрированы, тебе не нужно будет головой это пробивать. Не знаю в этом году, насколько у них все эта штука продолжается или не продолжается, потому что в прошлом и позапрошлом были кейсы, я, к сожалению, перестала их следить. Но тут была и некоторая обратная сторона, эти отзывы, которые я слышала от крупных фондов, что если ты не впадаешь в эту программу, то есть, во-первых, ты лимитирована в выборе подрядчика, то есть, по сути, решила, например, «Билборд» сделать тебе такую-то, не знаю, в такой цилистике что-то, ты там в сторону уже как-то не реплишься, потому что у тебя есть качественный исполнитель с именем на рынке, у тебя есть гарантированное развещение, а если тебе не очень нравится, то это твоя проблема. Вот, с одной стороны, с другой стороны, часто площади в СМИ были заняты вот этой историей компаний, и со стороны, даже с каким-то классным кейсом было сложно уходиться, потому что понятно, все хотели перестраховаться. Вот, тема посредников. Точно я сказала, что вероятность успеха повышается, наверное, в нескольких случаях, когда есть какая-то небольшая организация, либо, ну, не важно, даже большая, готова сама устраивать процессы взаимодействия даже через какие-то боли и неудачи, что я почему-то уже так сейчас рассказываю, да, она может, возможно, обойтись без посредников. Как правило, это работать в тех случаях, когда вы кого-то полюбили, и там за год за годом работаете либо там с организацией одной и той же, либо, ну, как-то выбираете каждый год. Если организация хочет, как бы, вот с улицы зайти либо как подрядчик, либо как получательной помощи, вот здесь очень приходят на помощь такие структуры, которые призваны, собственно, этот процесс моделировать. Из-за того, что недавно появилось, это тоже такой тренд, ребята из Boston Consulting Group, это была вообще их внутренняя инициатива изначально, они придумали платформу Буду-буд и пригласили туда, с одной стороны, людей из крупных корпораций, как правило, это вся у нас стратегия, фиар, какие-то вот такого рода консультанты, то есть с сайтами, чтобы они тоже помогли делать, и провели отбор некоммерческих организаций. Но дальше начинается интересная штука, что они этот процесс очень сопровождают, вот прям детально. То есть, вплоть до того, что, например, мы работаем по своей стратегии, вот и BackHub, например, мы работаем по своей стратегии, делаем вместе с ребятами с BCG, на каждой встрече присутствует вот модератор, который фиксирует в протоколе все, о чем было договорено, и высылает флок после встречи. То есть там реально шансов протупить у кого-то на сути очень мало. Не потому, что он думает, что обе стороны забьют, а просто потому, что, во-первых, консультанты супер заглушена работа, и по воскресеньям встречаются, такие с махачными глазами совершенно, но очень умеют. Понятно, что у них нет времени, там, где-то дополнительные аттракции для того, чтобы презентацию сделать, или сделать опуты, вот с одной стороны. С другой стороны, мы не факт, что сможем это сделать на том языке, который нужно им. Поэтому вот такая вот посредническая деятельность очень хорошо работает. Что интересно, они практически год работали в закрытом режиме, тестировали этот процесс, прежде чем запустили сайт. И это тоже, опять же, такая классная штука, когда я слышу, что происходит на рынке. Вот какой-то проект очень круто звучит, что мы помогаем ребятам с аутизмом найти работу. Забыл, как называется? Чиплица тоже по нему писала. Очень крутая идея, прям вообще суперская. Мы с ними недавно общались за тема того, что они это анонсировали, но каких-то отработанных кейсов у них пока нет. Вот, и на самом деле вот это вот тоже то, что происходит, что как-то странно. Сначала анонсировали, потом кейсов. А потом лучше работать в другой вариант. Это то, что делали фондаунсайд? Не-не-не, даунсайдап, они не фондаунсайдап работают. Это комплектомат аутизм. И у них там была история, что это, скорее всего, работа связана с технологиями. То есть это высокофункциональный аутизм, когда вот таким образом фиксируются на чем-то, и его код проверять, либо что-то такое. Вот, вторая. Вот Гриша, представитель этой программы здесь присутствует. Еще один подход, когда про-гоно отношения выстраиваются более эффективно, то есть посреди, в данном случае, это вот организация Development Group Social и одна программа образовательная для некоммерческих организаций, в которой очень-очень много разных экспертов вовлечены в помощь некоммерческих организаций. Что здесь круто и что на самом деле хорошо работает. Что эксперты сразу не подписываются на вечную любовь там и вообще перестроивают все стратегии организации. Некоторые приходят сначала провести тренинг. Приходят, например, маркетологи, говорят, хорошо, полдня я на вас потрачу, расскажу вам основу о составлении маркетингового плана. Дальше, если вам понравилось, скорее всего придет Гриша и спросит, я готов еще, давайте мне еще увлекать. Разработка стратегии и дальнейшее введение не основой профиль программы, основой профиль программы это образование, повышение профессионального уровня. И в этом плане, наверное, все-таки здесь не к посредникам, а к образовательным проектам. Знаешь, почему здесь все-таки у вас нужно к посредникам? Потому что шанс встретиться на некой площадке и безопасно увидеть друг друга у коммерческой организации и у эксперта, вот она есть. В этом смысле безусловно. Поэтому, например, мы в хабе на одну из программ Герстаг звали вести семинар, не семинар, вебинар или тренинг по дизайну. Основательно, как мне облажаться с презентацией, когда вы хотите рассказать про свой проект. Очень такая, опять же, простая лайтовая штука, которая не обязана дальнейшим долгому совместному житью. Но, опять же, позволяет понять, вообще это как бы ваш, не ваш. Поэтому, мне кажется, с точки зрения такого входа в какую-то новую тему, она очень и очень классная. Которые, на самом деле, тоже в этом же смысле, так или иначе могут работать. И еще одна, у ребят нет нормального сайта, поэтому пришлось копипрессить и так. Global Pro Bono Network. Это, я приводила примеры с юристами и с психологами, когда это объединение, в том числе международные. Global Pro Bono Network недавно возникла, пару лет назад, она объединяет как раз таки посредников. То есть, ну, словно говоря, мне кажется, на следующем сайте есть. Я просто взяла вот абстрактное количество букв, просто из списка, потому что так удобней. Разных, разных игроков из разных стран, которые как раз таки работают с большим инспектором общественных организаций и экспертов. Вот они встречаются обменивать опытом два раза в год для того, чтобы вообще понять, что когда развивается. Это тоже очень мощная инициатива, мне кажется, выстрелит она прям так совсем круто не через год и даже не через два, потому что большинство посредников маленьких, это труд огромный. Большинство посредников это, ну, как бы, команда, там, ну, пять человек, может быть. Вот, и Pro Bono, вот сама формулировка, не во всех странах хорошо всем знаком. Ну, то есть, в Шотландии, может быть, да, там, может быть, в Индии, ну, вот, что Россия, что Словакия, что Саудовская Аравия. Ну, на этой карте как-то на старт этой исследования этой темы находится. Вот, и, собственно, сюда как-то вот включаться отдельным игрокам или агентствам не получится, но что здесь стоит сделать, это посмотреть, если интересно, просто посмотреть, что в стране занимается тема в целом, для того, чтобы, как бы, мукнуть, скорее, там, какие-то чуваки, что вообще происходит. Вот, по мероприятиям, вот это мне очень нравится штука. Очень хочется однажды, чтобы вот пасечные какие-то тусовки вылились во что-то такое, хей, пол-большое, крутое. Но, например, PillNet, понятно, юристы давно в этом работают, но у них вообще форум про бону юристов происходит в каждый год, по-моему, или даже чаще. Вот, если собираются на эти два дня и там обсуждают какие-то кейсы, используют вообще всего-всего-всего. Вот, и это, на самом деле, очень классная штука, потому что ничто так не создаёт, не придает энергии движению какому-то и не приобщает, не увлекает других, как, ну вот, условно говоря, сидящие в одном зале там все равно. Пицца. И, наверное, из таких глобальных тоже именно мероприятий, нужно стоит только внимание, и к чему можно приурочить какие-то свои отдельные входы в черепите со своим клиентом. Это глобальная проблона неделя, которая идёт сейчас. Собственно, классика в прошлом году в неё запускалась, и ежегодно эта посылка будет в неё так или иначе попадать. Чем это может быть полезно? Тем, что там можно своё мероприятие добавлять. Вот, например, решили вы собрать своих бенефициаров, то есть тем, кому сделали там дизайн или сайт или что-то ещё, условно говоря, сделать с ними какой-то семинар, спросить, как всё работает, там, на два часа в день и утром, да? Вы можете добавить на сайт и попасть в этот вот глобалкарбоновых движения. Из тех, кто сделал это в России в этом году, пока не набираться. Первые, вообще, в России, реально, никто, кроме них, не сделал большую серию мероприятий, хотя, опять же, мероприятия очень такие, очень-очень простые. То есть они просто, правда, собрали своих друзей, спросили, кто готов или кто-то помогал карбонам в любой сфере. Собрали там с ними как-то, провели несколько мероприятий, вот, но, тем не менее, прозвучали они, пусть, опять же, не на всю такую страну, но в определённых кругах, а вообще первыми, потому что никто больше не присоединялся к этой глобальной промоуной идее. Это может быть не так значимо на первых порах, но учитывая, что, опять же, если посмотреть на конструктиве, что промоуное движение растёт, становится более профессиональным, появляется больше посредников, больше каких-то интересных кейсов, то, ну, чем раньше туда впрыгнул, тем больше у тебя шансов, когда она там вырастает, быть какой-то значимой фигурой. На самом деле здесь интересная штука, что та же самая история была с корпоративно-социальной ответственностью несколько лет назад, когда я там начинала работу в благотворительности, когда, ну, были отдельные компании, но, по сути, для потребителя, для клиента, не являлась, ну, как бы, решающим фактором покупаю билет, я не знаю, у трансайера на тот момент, потому что у них классный, там, есть самолёт с тигром и пожертвование в пользу детей, или покупаю там какую-то другую компанию, ну, покупаю другие дешевле, собственно. Но постепенно-постепенно-постепенно, там, начиная с каких-то небольших, среднего-малого бизнеса, каких-то крупных историй, всё больше, люди начинают смотреть, а кто из них более классный, да, кто из них хотя бы не вредит по природе или обществу. Вот, возможно, та же самая, что будет развиваться с тигромолку. Так, ну, в голову пробовала сами, как-то, как-то, посредники там собираются, и обсуждаю следующий день, были скапони. Вот, если это суммирует всё, я уже как-то из времени немножко прибиваюсь, я бы, ну, вот, опять же, как человек, который давно наблюдает и дружит со многими людьми, которые пробовала помогать, я бы посоветовала, наверное, четыре вещи делать, не сильно затратанные по времени и по энергии. Первое, и, вот, Денис и Маша об этом числично говорили, но, на самом деле, это просто, опять же, такой вопрос опыта. Выстраивать процессы, то есть, ну, по дружбе можно, можно с кем-то поиметь каких-то хороших опытов, но если нет какого-то прописанного процесса, что сначала вы выполняете вот эту форму любви, это так, а не как иначе, потом мы с вами, там, делаем часовую встречу, проходим такой процесс, и это так, а не как иначе работает, если нет такого понятного процесса, кто-то успешно его переносит с коммерческих клиентов на работу с НКО, кто-то не переносит, но, в общем, если его нет, то как-то, ну, однажды, это может разрушить. Поэтому выстраивать процессы, да, дальше рассказывать, потому что вы помогаете кому-то разными способами, там, давая ли интервью пасеки, теплицы, упоминая об этом на каких-то профессиональных тусовках, написав статью, там, в Глоб или просто на Фейсбуке, в рамках Global Pro Bono Week, упоминая, что вообще-то, как бы, сейчас весь мир этим занимается, а вы, вот, у нас тоже есть парафиз. Третье, ну, тут про Суцовский я уже сказал, то есть, опять же, какое-то общение внутри тех, кто разделяет ценности это мнение, оно очень, оно может быть не так сильно сказывается на вашем контакте, на профессионализации, но оно на развитие темы в целом очень, очень поддерживает, очень влияет. И четвертая, наверное, штука – это работать с посредниками. Вот те организации, которые уделяются, которые готовы связывать, опять же, бесплатно для обеих сторон, как правило, если это не крупная мультира, корпорация национальная, чем больше появится тех, кто профессионально умеет наделировать процессы, тем, ну, при росте количества таких кейсов, все будет происходить более эффективно. Вот, и, возможно, опять же, не уходить там сразу как-нибудь у других, говоря, что вот мы готовы брать все, возьмите же и делайте, у нас в процесс. Вот, возможно, пробовать с каким-то одним кейсом или одним примером, да, то есть кто-то, кто именно патриотически этим занимается, чтобы включиться в проекты. Вот, опять же, потому что и они учатся, и вы учитесь, и потому что общий объем можно увеличивать только, ну, такими способами, наверное. Но, опять же, это, может быть, немножко слишком вперед заглядываю, там, где-то там, где-то, где-то, где-то на пять. Потому что понятно, что при том количестве качественных роботопроектов, что существует сейчас, можно продолжать роботам в том формате, что вообще все мои действия. Вот, ну, это была моя голубая мечта однажды, что все оно будет инсоциализировано так или иначе. Вот, все. С моей стороны вопросы какие-то, может быть, есть? Какие-то ссылки на полезные вопросы? Нет, так я всегда представительная, это мне интересно. Спасибо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, коллеги, всем спасибо, кто пришел. Как видно, СНТО, насколько я лично приглашал, не пришел никто. Это говорит о том, что надо сделать кое-какие выводы в работе. Спробово надо. Но спасибо вам, что вы уделили время, чтобы пришли. Я надеюсь, мы такие встречи будем проводить ежегодно. Всем спасибо. До девяти. Весь зал ваш. Спасибо. 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 Спасибо.